Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Вот такая солнечная, замечательная погода за окошком. Правда, дует ветерок, но светит солнышко и настроение замечательное. Итак, мои хорошие, связался у меня шарфик, который я вязала, чтобы получить комплект. Это шапка вязаная, это кардиган-трансформер. И вот теперь третья вещь, шарф, как недостающая единица в этом комплекте. Все потом покажу, как это выглядит будет, все вместе. А сейчас хочу сделать акцент на этом шарфике. И именно на его украшении, как можно красиво пришить вот эту пуговицу, покажу во всех подробностях. Потому что на таких вот маленьких акцентах, я бы сказала, творится красота. Ну, давайте поговорю немножко о шарфике. Как вязать этот узор, есть подробнейший мастер-класс на канале, по петельной. Планирую этим узором связать еще жилет. Уж очень он запал мне в душу, этот шарфик. Возможно, будет еще какое-то дополнение. Возможно, получится еще какой-то комплект к вязаной юбке. В общем, такой капсульный гардероб. Идея эта меня не покидает. И свяжу обязательно жилет. Значит, шарфик весит чуть больше, ну, наверное, грамм 160-170. Пошло сюда 100 грамм пряжи Муза. Вот она эта пряжа. Очень рекомендую вам ее. Мне нравится, как она выглядит в полотне. Прекрасно смесуется она с махером. Но не пожалейте денег. Возьмите дорогой махер от Кидмахер от Дропс или Би-Би-Би. Это мой вам совет. Пряжа Муза это 70% тонкорунная шерсть и 30% лен. Вот такой необычный состав. В общем, пряжа меня порадовала. И, значит, пошло 50 грамм вот этого Кидмахера от Ализе. Он колючий, сразу говорю вам. Поэтому не советую этот Кидмахер. Опять я остатки от Дропс пустила вот в центральную часть. Вот здесь вы видите, что здесь, ну, очень, даже на глаз выглядит очень мягко и пушисто. Вот в этой части это Кидмахер от Дропс. Этикеточки у меня не сохранилось. Но поверьте, вот это и там, где Кидмахер от Ализе, это как небо и земля. Ну, нужно было пристраивать мне пряжу. Поэтому решила сделать ход конем. Вниз спустила, опять же, вот этот дешевый Кидмахер. А по центральной части, где шарф касается шеи, я смесовала с дорогим Кидмахером. Может быть, кому-то и этот совет пригодится. Итак, шарфик получился у меня длиной 1,40 метра. Ну, ширина здесь, вы видите сами, где-то сантиметром, наверное, 25, может быть, 30. Вот. Решила я сделать, опять же, шарф-трансформер. Сначала хотела просто, поскольку он не очень длинный, сшить его, чтобы получился снуд. А потом поняла, что не буду это делать, потому что, ну, функциональность тогда теряется. Смотрите, сколько вариантов применения этого шарфика. То есть, он может носиться просто, вот, как бы, повесив на плечи. Можно завернуть в один оборот вокруг шеи и застегнуть вот на эти декоративные пуговицы. Кстати, пуговицы покупала очень задешево на Алиэкспресс. И можно использовать как налобную повязку. Все это вам покажу. Ну, а сейчас давайте акцент сделаем на вот этих декоративных пуговицах. Посмотрите, какое решение применения гибкого шнура. Как раз заодно покажу вам, как он вяжется, этот гибкий шнур. Конечно же, есть на канале, но мне сейчас легче вам показать, чем найти этот гибкий шнур на канале. И покажу, как красиво можно привязать, пришить вот такую объемную пуговицу. Вот она объемная, но она деревянная, поэтому она очень-очень легкая. Я здесь специально еще не прятала ниточки. Это все спрячем иголочкой. Вот вы видите. И теперь давайте покажу, как я вплетала, как я вязала этот шнур и сразу присоединяла пуговицу. Да, забыла вам рассказать, что, естественно, со второго конца я здесь сделала вот такие незаметные дырочки, застежки, чтобы можно было потом застегивать этот шарфик. Вот. Ну, как здесь делать эти дырочки? Сейчас я вам на пальцах попробую объяснить. То есть, я вязала, вязала, закрыла здесь 3 или 4 петли. Вот здесь 4 петельки закрыты, дальше пошла вязать. Опять 4 петельки закрыла, дальше пошла вязать. И вот здесь вот 4 петли, вот они, видите, закрыты, и дальше пошла вязать. В следующем ряду я над этими петлями никакие дополнительные петли не делала. То есть, просто провязала, ну, как бы соблюдая немножко рисунок, чтобы у меня резиночка здесь попадала. Здесь вот просто, видите, вот такие вот петли. В общем, дальше у меня на вот эти 4 петли получилось меньше. Ну, поскольку резинка, не видно вот этого сужения. Конечно, можно было бы сделать над этими петлями, накинуть дополнительные петли воздушные, потом провязать дальше. Ну, я не стала это делать, просто в одном ряду закрыла, а во втором ряду провязала петли, которые на спицы ничего не прибавляя. Вот таким образом у меня получились вот такие дырочки, как раз для этой красивой пуговицы. Ну, а теперь давайте вместе пришьем, вяжем эту пуговицу вот этим декоративным гибким шнуром. И заодно покажу, как он вяжется. Значит, что я делаю? У меня осталось немножко нитки. Я специально оставила эту пряжу муза. Я понимала, что мне нужно будет пришивать эти пуговицы. Смотрите, ну вот где-то, где-то вот здесь у меня должна быть пуговица. Сейчас. Здесь или вот здесь сделать? Наверное, все-таки вот здесь. Что я делаю? Вытаскиваю на эту сторону ниточку, захватываю ее крючком. А можно прям, знаете, как сделать? Вот так. Так-то надежнее даже будет. Вот, видите, продели и вытащили. Сейчас в камеру не очень удобно. Что такое показывать? Ну, постараюсь. Вот, все. Вытащили. Оставили здесь буквально, ну, коротенький, поменьше. Там нам немножко нужно провязать сейчас этого гибкого шнура. Оставили кончик, ну, где-то вот так. И начинаем вязать этот гибкий шнур. Смотрите. Еще раз. Давайте медленно покажу. Вот эту нижнюю набрасываем, верхнюю и протаскиваем. Здесь вот хорошо затяните, чтобы не было... Опять набросили, потом следующую набросили и протянули через эти две петли. Опять набросили, протянули, набросили, следующую набросили, протянули. Так, набросили, протянули и вяжем такое расстояние, чтобы, ну, хватило эту нашу пуговичку, чтобы она прошла через дырочку и обернула, так скажем, петельку нашу на пуговице. Ну, давайте еще, наверное, одну. Наверное, достаточно. Ну, нужно еще одну. И вытащили вот эту ниточку. Все. Теперь берем нашу пуговицу. Где она у нас есть? Вот она, наша пуговичка. Ну, и дальше, я надеюсь, все понятно. Здесь, я ножницы не захватила, оторву лишнюю ниточку, попадаем в нашу петельку, протаскиваем. Можно крючком-то помочь себе. Ну, в общем, сейчас я это сделаю за кадром, чтобы не мучиться в камеру. Итак, протащили. Теперь с этой стороны делаем то же самое. Сейчас попробую крючком достать ее. Ну, не знаю, получится или нет. Получилось. Все. Вот он, наш этот гибкий шнур связанный. Он будет служить нам петелькой для пуговиц. Видите, какая красота. Ну, а дальше все просто. Протаскиваем эти кончики. Укладываем. Вот как она у нас там наискось лежит. Наша пуговица. Протаскиваем на другую сторону. Здесь я делаю вот такой финт ушами. То есть у нас же две ниточки. Я протаскиваю через полотно одно из них. И просто завязываю на узелок. Здесь просто завязываю. Раз и два. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Очень функционально. Сразу вам и декоративное украшение. И это застежка для нашего шарфика. Ну, а здесь просто при помощи иглы для слепых мы прячем эти кончики в полотно. Вот, мои хорошие. И шарфик готов. Сейчас пойду покажу, как это выглядит, как это можно носить. Ну, а вы мне потом напишите комментарий. Как вам такой шарфик? Как вам такая идея? Итак, друзья, вот такой вот образ у меня получился. Посмотрите, какая прелесть. Очень комфортный шарфик. Очень мягкий. Уже рассказывала, почему мягкий. Потому что вот в центральной части я использовала более дорогой кидмохер от Дропс. Вот так вот я выгляжу. Еще, конечно, сейчас померяю теплую шапу. Понятное дело, что под нее нужно будет теплое пальто. Но все-таки вы сейчас увидите. Итак, зима не за горами. Уже готова. Посмотрите, вот такая вот снегурочка. Конечно же, нужно одеть в пальто. И образ готов. И еще этот шарфик можно использовать как налобную повязку. Сейчас покажу. Еще один образ. Еще одно применение этого шарфика. Как вам? Мне нравится. Красота красивая, правда? И еще, конечно же, можно носить, если просто снять. И вот одеть вот так. Сейчас я на себя посмотрю. Да. Так тоже, в принципе, хорошо. Сейчас подойду, чтобы мне уже на стол не идти. Покажу с изнанки, как я спрятала вот эти вот коньки. После того, как мы крепили пуговицы, как видите, здесь ничего абсолютно нет. Пуговицы деревянные, легкие. В общем, вот такая красота у меня получилась. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Пожалуйста, напишите ваши комментарии. Мне очень будет интересно их прочитать. Ну, и до встречи. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.